Друзья, всем привет! Сегодня я не один, а уже с Леной. Здравствуйте! Добрейший вечерочек вам в хату, да? Ау-е, да, Лена, ты это хотела сказать? Здравствуйте! Ребят, что мы сегодня будем делать? У нас, смотрите, какая погода. Я вам просто быстренько спальерну. Сейчас на данный момент 27 градусов, чуть попозже 30 градусов, завтра 31 градус. Хоть у нас и есть кондиционер, но мы будем что-то как прокачивать в этом выпуске тачку, Лена. Ты скажешь, что это Абрамовская инициатива. Пацаны, моей инициативы в этом вообще никакой нету. Ты что хочешь, Лена, скажи мне? Мы будем тонировать фары. Да фары-то бог снимут. Самое-то основное, это мы будем тонировать еще и стекла передние. Короче, закатаем в этой серии, Лене, либо пяташкой, либо двадцаткой машины. Ну и задние фары нас не совсем устраивают, да, как выглядит? Угу. Что, пойдем смотреть, показывать? Ребят, машина как выглядит, мне очень нравится. Лене тоже устраивает. А вот эта краснота у рестайлинга уже намного интереснее все выглядит. Ну, Лен, согласись, если вот так вот посмотреть? Ну, краснота какая-то не в тему, да? Она какая-то как дешевит вот это все. Ну. И что было принято? Вы все знаете, что у меня есть товарищ Николай, который тонирует тачки. Вы все знаете, что я уже неоднократно пытался потонировать стоп-сигналы специальной профессиональной тонировкой для фар. Она такая эффект черного лака имеет. Ну, короче, пацаны, мы всю красноту эту уберем. Ну, как-то, не знаю, ну, дешевит, ей-богу. Ну, и в этой серии номерные рамки мы Лене заменим. Мне кажется, ну, с автомиром ездить. Хотя, Лене, может быть, тебе пофиг, скажи честно. Ай, я пофиг. Ну, не пофиншую, Лен. Это уже, наверное, больше моя инициатива. Ну, есть здесь такая реклама. Я как-то на Марк покупал рамку, она мне очень нравится. У меня она только одна штучка такая осталась. Вот она, черная, блестящая, красивая и такая простенькая. Вот такую вторую сейчас докупим и заменим две рамки уже на нормальные. Сегодня у нас такая серия будет лайтовая. Запчасти уже Лене были куплены на машину следующие, которые будет, ну, тюнинг поинтереснее, я вам так скажу. Лена все нафоткать не может машину. Зачем ты фоткаешь ее с разных сторон? Потом будет вопрос в Инстаграме. Вопрос? О, пацаны, так что на Инстаграм, на Ленин подписывайтесь. Там вас ждет какой-то вопрос каверзный. Я уже поразмышлял, что с этой машиной можно сделать, посоветовался с Леной, согласовали все. И решили, что Солярис мы прокачаем как следует, что она прям будет ма-ма-ма-ма-ма-ма. Погнали, Ленн. Данный видеоролик выполнен по поддержке компании 1XB, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. А если ты перейдешь по ссылочке в закрепленные комментарии и укажешь промокод АбрамТВ, получишь 6500 рублей на первый депозит. Переходи, регистрируйся и получай крутые бонусы. Сегодня, к сожалению, мы у Ленки отмучиваем машину, потому что ей надо на работу. Сейчас она доедет до работы, и меня как раз высадит вместе с машиной возле авторынка. Я куплю вторую рамочку, и уже вечером будем показывать Лене, что у нас получилось и насколько преобразится машина. Основная задача сделать это ее анти-такси, потому что у всех есть стереотип, типа Солярис под такси. Это значит, что не будет привлекать никакого внимания. Наша задача сделать так, чтобы все охерели просто. Какой может быть красивый Солярис, и что стоит покупать такую машину. Мне она очень нравится, и сделаем ее просто реально нереальной. Нету места набрать, посмотри еще. Признай не без толку, что он за бред несет. Что, дотягивается рука? Тотянулась? Лена, мы в тебя верим. Лена, 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 ты сможешь это сделать. Молодец. Забирай и привези мне БМВ. БМВ? Да. Ну ладно. Вот у меня образец рамки. Сейчас вторую купим. Помоем машину, она немножко грязная. Ну и попрощаемся с Леной. Показываю, пацаны, что мы имеем. Ключи от Hyundai Solaris одна штука. Рамки уже две штуки. Я вот купил вот такие болтики, говорит, моднявые, говорит, у него на Lexus такие стоят. Я говорю, ну блин, мы тоже как-то не хуже, чем Lexus. Ну короче, вот такие вот болтики. И потом хромированная такая пипка, пинь. И должно быть красиво, чтобы номер уже держался. Не на обычных болтах, а вот такая будет хромированная штучка. Ну и четыре гайки. Короче, едем уже в сторону гаража. Хочу сполоснуть машину, потому что, видите, пыль, грязь на ней очень хорошо вся видна. Ну и закрепить уже номерные рамки нормально, красиво, чтобы они не отвалились. Потому что они сейчас держатся. Вот, любой подошел, вот это крепление сдернул. Видите, вон как попало держится. И Автомир, хоть и хорошая компания, но не хочу так ездить с Автомиром. Кружит голову бесконечный аромат. Нету повода, но встретить тебя был бы я. Наверное, первая машина, на которой мне не хочется гонять. Она настолько городская, сбитая. Едешь, музыку включил, климат включил, прохладно, расслабляешься. Знаете, такая машина чистого для города. Что касается режима экоэкономии, я разобрался. Многие мне писали, типа, Абрам, он не отключается, всегда горит. Ну а кто в теме, кто понимает, мне подсказали, что вот три кнопочка есть, ее зажимаешь, листаешь, и вот есть, допустим, режим эко. Видите, в кнопочку зажимаешь, он включается. Кнопочку зажимаешь, он выключается. Но, насколько я понял, это никак не сказано на работу двигателя, как я думал, на работу коробки. Это просто кнопка, которая сигнализирует, что денчик, не превышай больше полторы тысячи, либо две тысячи оборотов, и тогда у тебя, типа, экономия бензина. Она тебе сигнализирует, что машина в экономном режиме работает, и все, как бы, больше ничего не меняется. Я ее отключил, чтобы она просто не загоралась, не бесила. Ну и так и катаемся. Вот я уже и в гараже. Сейчас будет экспресс-мойка, потому что через 50 минут меня уже ждет Николай, чтобы нам ее тонировать и делать более стильной. Сейчас быстренько ее сполоснем, поставим рамки, и летс гоу. На все про все у нас 50 минут. Вот эта фигня отщелкивается. Вот он и номер. Ну и устанавливаем чудо-болтики, которые я купил за 100 рублей. Ну просто, чтобы номер уже, когда рамку снял, просто так уже номер не отпадет. И вот такая вот защелка. Насколько это красиво будет, посмотрим. Все. Один госномер у нас готов. Аккуратненький, черненький, без всяких надписей. Вот я и прикрутил номера, помыл машину. Сейчас хочу вам на солнышке показать. Она так блестит. Сейчас на улице 31 градус. Работает климат-контроль. И когда я мыл машину, машина постояла на солнышке, пацаны. Это все. Это сковородка. Я не знаю, как ездить без тонировки. Почему ее нельзя летом хотя бы использовать. Честно, пацаны, я всегда тонирую машины. Просто даже с климатом-контролем он будет остужать салон на минут на 30 дольше, нежели если бы была бы тонировка. Я сейчас, если честно, задумываюсь даже лобовое стекло Лене подтонировать. Хотя бы там, знаете, пленка бывает не 35 даже, как я всегда делаю, а есть такая 50. Хотя бы она от ультрафиолетовых лучей. Салон до такой степени прогревается, что жутко находиться. Ну, я думаю, вы прекрасно сами все видели. Просто убрали надписи. Просто сделаем строгий вид. И просто, я думаю, что с тонировкой и с притонированными стоп-сигналами машина уже будет выглядеть по-другому. Коль, ну я подъехал. Все, заезжайте. Сейчас на роту открою. Давай, открывай. Вот я добрался наконец-то до Коли сервиса. Давненько мы уже здесь не были в гостях. Это профессиональная, да, которая с эффектом лака. Но все шикарно. И вот сюда, куда надо еще, туманочки. А что касается тренировки, сколько у нее здесь вот примерно? Мне кажется, это не пятак вот это. Это пятак, он чуть-чуть подвыцвел просто. Да? Все, да. Знаешь, я еще думал, сейчас такая жарища, как-то думаешь, если мы лобовик пятаком сделаем, жена меня убьет? Я думаю, нет, обрадуется. А есть какая-нибудь самая светлая? Что, думал, может быть не 35, а может есть 50 какая-нибудь? У тебя таких наличий нету? 50, 70, все можно. А хотя в наличии есть? Полтинник, по-моему, есть. Давай посмотрим, потому что такая жарища, салон так прогревается. Полтинник же не будет заметно, все-таки, когда гайцы будут, типа? Ну, вообще, в пасмурную погоду запросто заметят. Заметят, да. Он блик сильно дает. Ну, вот я тут явно колек не полтинник. Ну, чуть-чуть потемнее. Ну, короче, задача какая? Я уже Коле сказал, сделать анти-такси. Уже запчасти заказаны, будут и диски крутые, надеюсь, что обвесики и есть кое-какие по технической части, что можно сделать. Ну, короче, идей очень много, как линки прокачать машину. Передняя сфера уже затонирована. Сзади у нас был пятак, люмар. Здесь пятнашка люмар. Люмар хорошее качество, но мне она больше всего нравится. Через нее видно все хорошо с салона. Но так сбоку смотришь, совсем другая машина. Как же тонировка меняет вид машины. Это просто кардинально. Коля уже начал примерять на стопоги пленочку. Ну, прикольный эффект лака. Это мы такую же, да, мне делали вот эти? Да. Точно такую же? Ну, по-любому преобразилась. Не, на любом случае она как блестит, да? Как под лаком. У нее черный блеск появляется. Да, да, прям как лакированная такая. Что, прикроем? Да, давай. Да не, он интересный в любом случае. Ну, что, ребят, смотрите, пишите комментарии, как вам больше нравится. Ну, тут однозначно, я не знаю, кому может понравиться сток, я не знаю. Смотрите, как фара преобразилась. Как будто она лакированная. Она под защитой уже, ей сто лет ничего не будет. Туманочка как сразу заиграла. И как было, вот эта вот краснота стрёмная, стоковая. Небо и земля. Вдобавок это стоит не таких и больших денег. И в купе, если будет машина вся затонирована, вот это более молодежный и красивый вариант. Думаю, Ленка оценит. В принципе, мы уже на финишной прямой. Осталась только правая часть стоп-сигнала и туманочки задней, нижней. И сейчас хочу посмотреть лобовое стекло. Палтинник, светопропускаемость. Если вот эти стекла опустить, она должна будет просвечиваться. Но палтинник для чего? Чтобы просто солнце не пекло. Лена часто приезжает на работу на машине и оставляет на целый день под солнцем тачку. И когда садишься, там просто невыносимо сидеть. Лишнее внимание от сотрудников ДПС нам тоже не надо. Нифига себе. Вот это палтинник. Это палтинник. Ну, видишь, салон чёрный. Лоб под наклоном идёт. Ну и плюс защитная плёнка. Она сейчас блеск придаёт. Ну, так не понять ничего. Так вообще глухомань. Ну, а салона идеальная прям видимость будет. Салона, как она просохнет в течение суток, даже незаметно будет, что плёнка наклеена. Оставляйте комментарии. Сделайте видео на паузу, оставляйте комментарии. Сейчас будем читать комментарии. Так, Калёк, как думаешь, что они там пишут? Ну, я думаю, всё да. Катай, 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 катай. Ну, чё, пацаны, один раз живём, оторвут так оторвут. Давай, Калёк, чё, мы её заделаем, чтобы уже и Ленка офигелая, и вид был, и машина не нагревалась. Раскатают так раскатают, бог с ним. Кому почистить стёкла, надо пишите в личку. Договоримся. До свидания. Пока Сенсей не видит. Чё, Коль, ты мне опять с уличной стороны тонируешь? О! Капец. Надо что-то быстрее снять, если хочу. Ну, ладно. Денчик доволен, как Слон прокачал Лене тачку, а доволен Денчик. Не знаю, как Лена будет довольна или нет. Сейчас мы выезжаем уже с бокса, припаркуемся в тенёчек. Закатала всё-таки вместе с лобовиком. Сам не закатываюсь, Ленку закатал. Хотя я и Марка скоро буду в круг тоже катать, там тоже интересно будет. Спасибо, Коля. Давай, Калёк. Он, как всегда, красавчик, делает здравые вещи. Ну, и кто хочет сделать такие же стоп-сигналы, всего стоит 1400, 1500 рублей, ну, от 1400. Ну, всем советую, пацаны. Ссылка я оставлю на Колю в описании. Стоп-сигналы, кайф. Конечно, есть такие индюки, которые напишут, Абрам, не видно из-за таких стопаков, как они горят. Типа, когда на тормоз жмёшь, сразу скажу, через них всё идеально видно. Как бы, другим, участникам дорожного движения всё отлично видно. Но при этом они выглядят, машина шикарна. Тюнинг за 1400, а фары ещё, стоп-сигналы ещё круче, чем за 30 тысяч, если тюнингованные платят. Субтитры сделал DimaTorzok Пацаны, сейчас хожу вокруг машины, я не знаю, как я индюк, вообще любуюсь. Знаете, что было до, что было после, на всё про всё, что на тонировку, на стоп-сигналы я потратил 4000 рублей, плюс номерная рамка 100 рублей, плюс болтики 100 рублей. В итоге у нас 4200 рублей и помытая машина. Братцы, ну просто тонировка делает чудеса. Знаете, что было до этого и что стало, я вот так вот сейчас смотрю, она в теньке стоит, смотрите, видите, практически не просматривается. Это паутинник. Я раньше всегда 35-кой тонировался. Это паутинник. И тоже уже салон не виден, нифига. Если уже открыть двери, посмотрите, двери откроем, ну либо опустим окошки, когда проезжаем пост ГИБДД, открыли одну дверь, открыли вторую дверь, все, братцы, видите, салон уже более-менее просматривается. Проезжаете сотрудников, стеклу опустил, это пятнашка, еще все подсохнет, клей подсохнет, водичка подсохнет, она будет еще более прозрачная. Я вот садился в машину, в принципе, обзорность очень хорошая, это одна из самых топовых пленок. Ну и к тому же, сейчас с кондиционером, с климат-контролем будет намного комфортнее ездить, потому что салон так нагреваться сильно не будет. Смотрите, сел я, люмаровская тонировка пятерка, пятнашка, вот она разница какая. Все идеально видно, через лобовик идеально все видно, возможно, я даже на будущее, когда буду тонировать, а больше даже не 35-кой буду, а полтинником, практически эффект тот же самый. С салона идеально все видно, идеально все видно, и я первое время не буду Лене говорить, что закатан лобовик, пусть она сама поймет или не поймет. И это все дело подсохнет, будет еще и лучше. Едем в сторону Лены, Лениной работы, отдаем ей машину, ну и смотрим на ее реакцию. Погнали. Только сейчас додумался, что целый день езжу без документов, сейчас в круг, тонирован, и без доков. Ленке забыл взять пластиковые, надеюсь, не остановят. А вон как раз Елена выходит с какой-то подружкой, так что сейчас будет тест-драйв. Ну, а как тебе? Прикольно? А что передние такие светлые стекла? Пятнашка. Надо было пятаком в круг? Да. Светлые? Ну, что-то как-то светловато. Так, ну, вообще не просвечивает практически. У тебя на фите было светлее. А ты не тонировал? Да, ну, это эффект, когда задние вот эти тонируешься, они... Так кажется. Ну, ты не тонировал, да? Нет. Кажется, кто-то сегодня получит пиздилей от жены. Ну, как тебе задние твои стопаки? Ну, прикольно. Ну, круче, да, намного стало? Ну, да. Еще чистенькая такая. Еще номер, видишь? Что, блатная тачка? Ну, садись еще. Посмотри, как изнутри она открыта. Ты мне документы-то не дала, блин, подруга. Я целый день гоняю так. Как изнутри... Ну, это самое лучшее качество, тонировка. Нормально же видно все? Да все хорошо. Все круто? Да. Обзорность крутая, да, Лен? Ну, прикольно, мне нравится. Нравится? Сразу видит другую машину. Ну, вообще, как новая машина. И задние такие эти... Фары такие крутые достали. Не то, что он какого-то того чувака. Вузер! Хочешь, маленький секрет? Какой? У тебя Вов тоже тонировал. Ну, я же заметила, что он тонировал. Поэтому говорю, что он тонировал. Ты потому что подъезжала, тебя даже не увидела. Не увидела? Ну, это пятидесятка. Я раньше своей машиной тридцать пяткой, а это пятидесятка, типа, ну, вообще, самая светлая. Она еще на солнышке подвыгорит, там, хотя бы день. Там вода выйдет, и она еще посветлее станет. Мне за это ата-та не будет. Ну, ты же счастливая. Я говорю, если ты будешь окна открывать, хотя бы немножко видишь, когда окна открываешь, либо днем стоишь при солнце, ты на обувиике тренировку никогда не заметишь. Если ты будешь... Стоят? Стоят? Где они? Ёлки-палки. Чурни меня, чурни меня, чурни меня, идите в жопу, идите в жопу, идите в жопу. Чурни меня, чурни меня. Все нормально. Не, Лен, реально, не обламывайся. Открывай окна, нафиг надо. Ты открыла, у тебя лобовик никогда, он у тебя будет прозрачный. А когда все закрыто, вот так, а ночью вообще будешь, как будто ты крутая. Да. Ну, короче, все, пацаны, Ленке понравилось. Едем в сторону дома. Предлагайте идею, что еще сделать с Солярисом. Ну, я опять уже там штудировал форумы, уже все читал, все смотрел. Короче, уже чувствую, сейчас по-нас, закажу всяких нищиков, но надо немножко подождать. Пока есть над чем поработать, поковыряемся по мелочам. Как будут приходить запчасти, будем устанавливать, ну, и делать гонку, да, Телин? Лена, да? Да, что Солярис на Солярис не похож. Ну, да. Да я тебе, грубо говоря, ты такой Солярис, Лен, сделаем, что всем Солярисом они потом еще будут просить, давай на Мерседес меняться. Уже не как в такси ездить. Да. Чувствуешь себя. Да не, вот я и говорю, еще диски, это полмашины, мы сюда диски воткнем, и... Ну, пацаны, давайте не будем забегать вперед. С вами была Лена, хоть и немного, и с вами был Денчик. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, предлагаете свои идеи. До новых встреч, и всем пока. До свидания. Довольна, Делинка? Да. Субтитры сделал DimaTorzok